Говорили с властью на одном языке. Такую оценку дали встречи с Вадимом Потомским, лидеры 16 отраслевых профсоюзов. Представители коллективов открыто и беспрекрасно проинформировали о наиболее сложных ситуациях в своих отраслях. По мнению главы области Вадима Потомского, сотрудничество с этой категорией общественных объединений должно строиться на принципе социального партнерства. Само предназначение профсоюзов, защита трудовых интересов, полностью совпадает с задачами региональной власти. Когда вы впервые появились в Орловской области и первые выступления и встречи с коллективами, у вас было огромное возмущение. Как можно в этой ситуации получать заработную плату ниже прожиточного минимума? Можно ли согласиться с этим? И вы сказали, я никогда не соглашусь и не потерплю, чтобы это было в Орловской области. В области надо изменить идеологию подхода к заработной плате. Тот уровень жизни, которому орловские жители заслужили, он требует других заработных плат. И я вам хочу сказать, что это зависит не только от федерального правительства, это зависит и от регионального правительства. Это зависит от работы с налоговыми инспекциями, это зависит от работы с руководителями предприятий, которые, прошу прощения, сегодня пользуются дешевой рабочей силой на Орловщине. Не секрет, что у нас сегодня приезжают беженцы из Украины, мы их вынуждены размещать, предположим, начинают предлагать им работу. Они говорят, мы за эти деньги работать не пойдем. А ведь мы предлагаем те вакансии, те рабочие места, на которых наши местные жители работают. Я не выпрек украинцев. Также глава региона очертил круг задач по улучшению социально-экономического положения области. Ряд инициатив уже реализуются, получив высокую оценку и одобрение федеральной власти. Орловская область получила в полном объеме все финансирование для выполнения майских указов по 2014 году. Мы идем четко в дорожной карте и нет у нас срыва ни по одному направлению. То есть поддержку нам федеральный центр дает. Но для того, чтобы федеральный центр нас обратил внимание именно как исторический регион, который был не просто сельскохозяйственным, а с хорошим промышленным потенциалом, нам нужно это доказать. Поэтому вышел с предложением создания кластера по научному производству. Правительство Орловской области намерено и впредь опираться на мнения работающих в каждой конкретной сфере. Тем более, что профсоюзы вновь стали набирать силу и завоевывать авторитет. Также собравшиеся дали положительную оценку программе развития Орловской области до 2024 года, в формировании которой они принимают непосредственное участие. Сегодня в будущей стратегии почти 80 тысяч предложений орловчан. И это не считая вопросов и предложений жителей, с которыми они обращаются к главе области, напрямую. Ко мне женщина подошла, говорит, а можете сделать так, чтобы чуть больше ездил автобус? Он в 6 часов перестает ездить пятый маршрут. Только до 6 часов. Но это же никуда не годится. Понятно, что невыгодно, малый пассажиропоток небольшой. Но есть определенные обязательства, которые прописаны в контракте. Я уже один раз транспортникам говорил местным. Вы поймите, что тарифы не самые высокие в Орловской области и в Орле. Но желающих прийти на этот рынок и работать порядочно, всегда можно будет найти. Ведь никто не верил про юбилейные – пришли. Никто не верил про мусор – пришли. И на дороги придут. Также в ходе встречи был награжден за отличную работу профсоюз автотранспортников и дорожников Орловщины во главе с его лидером Михаилом Коренковым. В сентябре объединение отметит юбилей – 95 лет. Наталья Пехтерева, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первая областная».